Среднее профессиональное образование в Самарской области всегда было и остается чрезвычайно востребованным. Возникновение первых профессиональных учебных заведений в Самарской губернии происходило в рамках общероссийских реформ в сфере образования с 1880-х годов. В то время Самара была губернским городом и принадлежала к Казанскому учебному округу. В Самаре начали возникать очаги крупного промышленного производства. Активно развивалось металлургическое, химическое, текстильное производство и производство строительных материалов. Не теряли своего значения традиционные самарские отрасли пищевой промышленности – мукомольная, пивоваренная, винокуренная и сахаро-рафинадная промышленность. В конце XIX и начале XX века образование всех ступеней находилось в ведении земств. Так назывались тогда органы самоуправления. С 1871 по 1888 годы в Самаре действовала первая в России земская школа сельских учительниц. В 1911 году первых слушателей принял Самарский губернский учительский институт. В Самарской губернии при помощи земств было создано в 1879 году железнодорожное училище, которое расположилось прямо у тогда еще станции. В тот же момент было создано сельскохозяйственное училище, которое построили на станции Кинель. Сегодня оно известно нам как Самарский государственный аграрный университет. В то же время была учреждена Самарская фельдшерская акушерская школа. Сегодня это Самарский медицинский колледж имени Нины Дмитриевны Ляпиной. В 1902 году организованы музыкальные классы, преобразованные в 1912 году в музыкальное училище имени Дмитрия Геннадьевича Шаталова, что сегодня располагается на улице Куйбышева, 102. Вот это время и принято считать началом развития среднего профессионального образования в Самарской области. С течением времени и в других районах губернии стали появляться профессиональные учреждения, которые действуют и сегодня. В настоящее время среди колледжей, техникумов и училищ Самарской области насчитывается 91 одно образовательное учреждение. В СУЗах Самары сегодня обучаются 67,5 тысяч студентов, из которых почти 53 тысячи человек обучаются на бюджетных местах. Яркий представитель профессионального образования Самарской области – Большеглушицкий государственный техникум. 9 января 1943 года Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков издал постановление о подготовке квалифицированных кадров трактористов, комбайнеров, механиков и бригадиров тракторных бригад для МТС и совхозов. Страна нуждалась в тысячах новых квалифицированных рабочих, поскольку многие из таких ушли на фронт. С этого момента в Большой Клушице открывается училище сельской механизации. Дата основания – март 1943 года. Организатором по подбору, расстановке кадров, оснащению училища тракторами, комбайнами, организации учебного процесса был первый директор Пегов Константин Петрович. Училище было расположено в центре села в двухэтажном деревянном здании, сегодня нам с вами известным как бывшая аптека на улице Советская. Наша школа механизации стала межрайонной и готовила кадры для нескольких соседних районов – Большеглушицкого, Большечерниговского, Бестравского. Уже в июне состоялся первый выпуск комбайнеров. В основном это были выпускницы. 107 девушек и женщин освоили нелегкую профессию, чтобы после этого встать за штурвалы степных кораблей. Коллектив училища в 40-е годы состоял из 10 преподавателей и инструкторов. В конце 40-х – начале 50-х годов учебное заведение приобретает хорошую материальную базу и работоспособный педагогический коллектив, в число которого входили хорошо известные в районе люди – фронтовики Кривов Алексей Константинович, Урюпин Сергей Александрович, Ламанов Василий Игнатьевич. Боевая доблесть участников Великой Отечественной войны была продолжена их воспитанниками, участвовавшими в локальных конфликтах в Афганистане и Чеченской республике. Они честно выполнили свой интернациональный долг, но и теперь, в мирное время, мы можем ими гордиться. Они растят детей и добросовестно трудятся на производстве. В 1957 году осуществляется переход от шестимесячного срока обучения к годичному, а затем и двухгодичному. В 1961 году училище разместилось на краю села. В 1965 году было введено в эксплуатацию типовое двухэтажное учебное здание со столовой и спортзалом. Количество учащихся в училище составляет 500 человек. Обучались группы с Украины, Молдавии, Чувашии, Мордовии, Татарстана. В 1970 году училище было реорганизовано в среднее профессиональное техническое училище номер 2. В 1984 году в ПТУ номер 62, где для нужд района стали готовить специалистов по следующим профессиям. Тракторист, машинист широкого профиля, водитель категории БЦ, лаборант химико-технологического анализа, ветеринарный техник, мастер по сельскому строительству швея-мотористка. В 1995 году ПТУ номер 62 реорганизовано в ПУ номер 62. В 2012 году ПУ номер 62 реорганизуется снова в Большеглушицкий государственный техникум. С 2012 года ведется обучение по новым профессиям. В 2013 году Большеглушицкий государственный техникум отметил юбилейную дату. Семь десятилетий прошло с тех пор, как в районном центре Большая Глушица открылась школа механизации, которая впоследствии приобрела статус училища, а затем и техникума. За эти годы его окончили более 30 тысяч учащихся, среди которых были и те, кто добился больших успехов в профессиональной деятельности и общественного признания. Сколько знаменитых людей и незаметных честных тружеников. Все они – наши выпускники, продолжатели славных традиций. История нашего учебного заведения собрана и систематизирована в Музее истории училища, созданного не так давно. Музей истории училища – творческое объединение преподавателей, студентов, направленное на сохранение истории малой родины и родного края. Пройдет много лет, и посещая музей, новые поколения воспитанников будут видеть свои истоки и гордиться прошлым техникума, приумножая его добрыми делами.